Девушки отдыхают Вот в этом доме 30 лет режиссер Лидия Тимохина Ай-яй-яй, кто ж не знает, кто не знает этого человека Заслуженная артистка России Лауреат премии Союз журналистов «Золотое перо» Бессменная ведущая музыкального кивоска Илеонора Беляева Президент информационно-издательской компании «Московские новости» Александр Вайнштейн Ну что же, кареты в путь, первый завет в программе «Колесо истории» Давайте с вас и начнем Вам представляется право в любую секунду оставить карету, где вы хотите Давайте смотреть Красное, красное, я вас поздравляю, красному сектору достается 100 верст Здрасте Ну что, у вас, Саш, зеленое, желтое не совпало И здесь красное, зеленое у вас тоже не совпало Только красным достается 100 верст А проехать надо 1100 Я хотел бы заметить, что наша сегодняшняя программа построена на вопросах, взятой из этой вот удивительной серии «Всемирная история» в 24 томах Мы очень часто на программе «Колесо истории» вспоминали петровские времена Что, наверное, и правильно, все-таки поворотный пункт, поворотная эпоха Сегодня мы рассмотрим это время немножко с другой стороны Ну, как бы из-за границы Вот с этого мы начнем нашу программу Штюбинг Я-я Я вижу, что вы, Штюбинг, докладывайте О, я-я Ты что, идиот, Штюбинг, я слышал и понимаю, что это вы Докладывайте О, я-я-я-я Штюбинг, прекратите немедленно дурака валять Ой, извините, запутался совсем Я в этой России совсем с ума сошел и голову потерял Давайте, докладывайте Так, докладываю Из достоверных источников стало известно, что царь Петр собирается рубить окно в Европу Ну что ж, у каждого свои причуды Я вот, например, люблю вышивать крестиком Вы не поняли, Гершвайберг На самом деле, речь идет о секретном плане По захвату Европы русскими войсками Это точно? Ну, так точно Так точно Смотрите На днях царь Петр поедет с посольством в Европу Якобы для заключения союза против турок На самом деле, для реконсировки плана на местности Это дезинформация у вас У меня в списках посольства нет Петра Первого Это потому что он едет и... В общем, под другой фамилией А под какой, если не секрет? Не могу знать Вы знаете, у русских есть странный обычай Перед обмене информации Употреблять русский шнапс Половина наших агентов на этом провалилась Я держался изо всех сил, как мог Но на фамилии царя О май гот! Как говорится по-немецки, сломался Слушайте, Штюбин, мне, наверное, придется самому подготавливать агентов для России А вы мне, знаете что? Помогите с этими русскими фамилиями Я никак не могу разобраться Вот это Иванов, Петров, Алексеев, Михайлов, Сидоров, Чернов О, я-я, я-я Я вижу, что вы прекратите идёте Пошли вон отсюда, шутки О, я-я-я Хватите немедленно отсюда Дурака из меня делаете Никакой ошибки в рассуждениях этого господина не было Тут я вам должен дать некую предысторию 17 век Путешествия царя за границу вообще дела не бывало И тем не менее Как правильно здесь замечено Весной 1697 года Царь Пётр организовал так называемое Великое посольство В составе которого он был неофициально Это посольство должно было вести переговоры с европейскими государями О союзе против, в том числе против турок Официально посольство по справке возглавлял Лефорт, Головин и Возницын Пётр действительно участвовал в этом посольстве инкогнито Вам остаётся только вспомнить Ну или угадать Под какой фамилией Иванов, Петров, Михайлов, Алексеев, Сидоров Пожалуйста Всё понятно Михаилов, Петров, Карланов Наверное так, я согласна У него отец Алексей Михайлович нет Гадает, не знает Ну, в общем, короче, Михаилов, это точно Точно Михаилов, да? Я только что не знаю С момента А, точно, да? А вы считаете как? Михаилов Михаилов? Откуда знаете? Давайте с вас начнём Ну вот, большинством голосов Михайлов Михайлов Что говорят ваши? Мои клянутся, сказали Вот клянусь Сидоров, что Михаилов Клянутся Но я верю, потому что Иванов, Петров, Сидоров отпадает Но, может быть, ещё можно было на Алексея пригнуть Потому что по родственной линии как-то, да? Но Михайлов это как-то более солидно А вот что ваше-то считают? Михаилов и Алексеев Тут вот Михаилов и Алексеев Вот можно было И все остановились единогласно на Михайлове Пётр Первый участвовал в этом посольстве Под именем урядника Преображецкого полка Петра Михайлова Не будем далеко уходить из этих времён Мы как бы в них и будем находиться Огромное количество перемен В том числе при Петре резко усилилось влияние торговли Просто расцвет торговли по вполне объективным причинам А вас, Штюбинг, я попрошу остаться Я весь в вашем распоряжении, Герд Швейдберг Вот сколько я за вами наблюдаю, Штюбинг И никак не могу понять На кого вы работаете, Штюбинг? На Вильгельме и Великую Германию Ой, только не надо валять дурака, Штюбинг Надо уметь проигрывать Ведь все агенты, с которыми вы работали Провалились в России Ну вы же прекрасно знаете, что в России Ужасные условия для работы Ни один нормальный агент не может там работать Это не отговорка Поймите ради бога Ведь все агенты, которые работали Провалились и так и не выяснили Чем Россия торгует с Китаем Ну, во-первых, вы не учли Убийственной традиции русских на посошок А во-вторых, мне удалось выяснить Что у русских вообще ничего нельзя выяснить Как это так? Ну вот так Люди, сопровождающие караван в Китай Сообщили мне, что везут туда Кто водку Кто Соль Кто Кто мед Вот Кто Зерно Кто Кто табак А кто пушнину И все клялись и божились Что говорят чистую правду А самому нельзя было проверить? Я две недели ждал караван В том месте, куда он должен прийти А он пришел в совсем другое место Да Этого не может быть, Штюбин Это в Германии не может быть, Гершвайберг А в России Это было, есть и будет Русские это называют одним странным словом Бахдак Бахдак Да И пока у них Бахдак В России непобедима Да Пошлите меня, пожалуйста, в Японию Там все проще и понятней Хорошо, договоримся об этом Да Странная Россия Никак нельзя будет разобраться Что уж Все верно, все правильно Дело в том, что Петр ввел Государственный контроль Над некими видами обмена Именно при Петре Каждые три года Уходил специальный караван в Китай Откуда привозили золото Шелк, фарфор Чай Но вот что везли в Китай Что туда везли Тут было перечислено Мех, водка, мед, табак, соль Как вы думаете, что везли в Китай? Соль Соль Нет, зерно Нет, там у них море здесь Они могли понять Соль Поднимайте руки Решили? Да Решили, секунду Давайте, кстати, начнем с зеленых Я так думаю, что в Китае Рис там ни к чему им зерно Мед тяжелый А пушнина это вот то, что нужно Мне так кажется Ну, логика есть в том, что вы говорите Логика есть Что считают красные? Красные Тут мнения разошлись Понимаете, все можно повезти в Китай И водку, и мед Ну вот остановились большинство На соли Ну, а у вас, Александр Все мои помощники Единогласно проголосовали за соль Такому я говорю пушнина Русские караваны Везли в Пекин Пушнину Давайте сделаем маленький перерыв Дадим нашим гостям отдохнуть Я прошу вас занять свои места в каретах Ну, поехали Пока вращается колесо истории Я хочу сообщить телезрителям Вопросы, адресованные им Вопросы к вам, дорогие телезрители Подготовлены по материалам Этой замечательной серии Всемирная история в 24 томах Вопрос первый В 1687 году в Москве Было создано первое высшее учебное заведение Располагалось оно В Заиконоспасском монастыре На Никольской улице Как оно называлось? Это первый вопрос И еще один вопрос нашим телезрителям В июле 1703 года Началось строительство Петропавловского собора в Петербурге Собор был сначала деревянным И только в 1712 году После официального объявления Петербурга русской столицей Был перестроен в каменный Кто был автором проекта этого собора? Можно? Стоп, стоп Сейчас, сейчас, вот здесь Вот здесь, вот здесь, да Стоп! Она давно сказала Давно сказала, а сейчас совпало У зеленых сто верт Зеленая, зеленая И у желтых совпало Желтая, желтая, желтая Вот у красных не совпало Желтая, красная Ничего, догоним Известно, что Петр Великий реформатор Ввел, как бы, новое управление государством Появились новые учреждения В этой связи возникло Огромное количество новых Досели неизвестных должностей Официальных, государственных должностей Давайте вспомним Какие были созданы должности И для чего, собственно Они вводились в государственную систему управления Где я? Что со мной? Очухался, наконец Женщина Ты кто? Женщина Это ж надо так напиться, а Чтоб жену родную не узнать Ой, узнал жену родную Слушай, что же от тебя так напился-то? У тебя совсем, что ли, память отшибла? Ассамблея же вчера была И тебя там заставили кубок Большого Орла пить Какая ассамблея? Какого Орла? Ой А! Ой! Ой! Вспомнил! Ой! Ой, жена лучше мне вспоминал Ой! Ой, все Собирай Собирай Теплые вещи Все Господи, совсем сдурел Какие теплые вещи? Лето же на дворе В Сибири И летом холодно Ой, Господи В какой такой Сибири? В той самой Куда нас сошлют Ой! Царь-то после кубка Велел Говори, говорит Режь Правду матку Ну, а ты? Я все и сказал И про Волокиту И про Невправедливые Постановления канцелярии В общем, сам себя Без ножа зарезал А что было потом Я и не помню Ой! Господи! Ой, горе! Горь ты какой! Господи, ну был бы муж Ну хотя бы пьяница А то и дурак набитый Господи! Да кто же тебя за язык тянул? Ой, горе-то какое! Господи! Что же делать-то теперь, а? О, поздравляю тебя, дорогая Какой муж у тебя! А? Какой орел! Какой орел! Мне бы такого мужа Я бы с ним и горе бы не знала Так и лети с ним в Сибирь И не знай там с ним горе Ах, он шутник! Ах, прокатник! Он что ж тебе ничего не сказывал? Да его вчера царь Петр За речь смелые Новый должности пожаловал Какой-то мейстер По борьбе с чем-то В общем, не помню с чем Но с вас причитается О, да Что такое? Все, все Больше ни капли Все Так, где у нас этот огуречный рассол? Рассол? Марья! Рассолу, Марья! Давай рассолу! 1700, если не изменяет память, 22-й год Введена новая должность Служащие по этой должности В этой должности По этой части Должны были рассматривать жалобы Касаемые волокиты И принятия неправильных решений Различного рода канцеляриями Но вот как называется эта должность Я не помню Какой-то мейстер Но какой? Вот вам на выбор Несколько вариантов Вальдмейстер Шпрехмейстер И Рикитмейстер Рикитмейстер Вальдмейстер Шпрехмейстер Ну и Рикитмейстер Остается Рикитмейстер Рикитмейстер Шпрехмейстер Нет Рикитмейстер Все говорят Шпрех Нет других Вальдмейстер Вот Останавливаемся Рикитмейстер Принимать жалобы Ну что Давайте, Александр, начнем с вашего сектора Вот Девушка, правда, версию не сказала Но говорит Если мы назовем Рикитмейстер Не прогадай Ладно А что красные решили? Нет Как называлась новая должность? Мы остановились на Шпрехмейстере Шпрехмейстер Да Что же решили зеленые? Рикитмейстер Ага Права ли я? Итак Рикитмейстер Рикитмейстер И если не знаешь Шпрехмейстер Эта должность Называлась Рикитмейстер Ага Разговор наш сегодня пойдет О таможне О таможенных правилах Таможенных пошлинах Ведь когда-то На Руси было именно так А не как-нибудь иначе А также Предлагаю Примерно Наказать Купца Дымова За попытку Дачи Взятки Должностному лицу То есть Мне Точка Ладно С этим мы покончили Че там у нас дальше? А дальше, дорогой Нам с тобой надо собираться На бал к Лихаимцевым Ммм Что рожу-то кривишь? Он же вор Взяточник Рассветитель Государственной собственности Ой, только вот не надо Ты на работе Свою принципиальность показывай Дома-то не надо Это отдельно А принципиальность Это такая вещь Ее в карман не спрячешь Она или есть Или ее нет У меня она есть Надо же Какой принципиальный Нашелся А где тогда Мое платье обещанное? Опять-то за свое Шелк нынче дорог Да что ты говоришь А хваленная Принципиальность Как же Обещал платье? Давай Да при чем тут Принципиальность? Это дело Дело государственное Ой, вот только не надо Мне сейчас это рассказывать Мое платье Дело государственное Ты что, попроще бы Хоть придумал бы Дело в том, что нашел Повысили пошлину Его теперь не укупишь Кусается Так ты царю об этом и доложи У тебя же должность Какая? Рыки-то месть Да, да Царю Царь-то и велел Увеличить пошлину Для улучшения Так сказать Торгового баланса Ну ладно В общем, я ничего Знать не хочу Короче, если к следующему Балу у меня платья не будет Пеняй на себя Ты меня знаешь Вот так Да Я тебя знаю Ну что ж Придется поступиться Принципами Что тут у нас Так За попытку Купца Дымова Дать взятку Должностному лицу Будем брать А что делать Такова жизнь 1724 год Теперь справка Был введен Таможенный тариф Который способствовал Увеличению Активного Торгового баланса России Иностранные товары Облагались Огромными пошлинами Причем Курс Иностранной валюты В которой взымалась пошлина Был искусственно Занижен почти в два раза Что позволяло Русским Ну это в общем Дальше о защите Отечественного товара Производителя Наивысшая пошлинность Взымалась С привозимого Железа Парусины Шелковых тканей Скибидара Воска И других товаров Которые в России Производились Что согласитесь Абсолютно правильно Как вы думаете Сколько процентов От стоимости Товара Составляла Эта пошлина 55 65 75 85 Или 95 Процентов И это указ Петра Первого 85 Ну что он не повезет Этот воск И тогда будет продаваться Нашим Да Не те книжки Не те книжки Читали наши игроки А читали бы Эту замечательную серию Знали бы Правильный ответ Сейчас хочу сделать Одно очень важное Объявление Заказать эту уникальную серию книг Всемирная история В 24 томах Вы можете по адресу 107-140 Москва Ая 140 Всемирная история В 24 томах Это как раз то Что вам нужно Уж вы мне поверьте Давайте начнем с вас Как вы думаете Так как в процентах Какая же это была пошлина Мы решили Остановиться На золотой середине Где-то порядка 75 75 Где-то так 75 Пожалуйста 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 Вы правая половина И серединка Так мне сказали Ну давайте золотую середину Как в этой лиде Лиде сказала 75 Да Александра Мы склонны думать Что 75 75 75 Все решили Что таможенная пошлина Составляла 75% От стоимости товара Наивысшая пошлина Составляла 75% Последний совет В колесе истории Поехали Поехали Стоп Стоп Боже мой Красная Желтая Зеленая Зеленая А здесь Красная Красная И красным Достается Ровно Ставер Говоря о детях Мы Всегда Вспоминаем О родителях И говоря Сегодня О Петре Великом Невозможно Не вспомнить Его отца Царя Алексея Михайловича Совершенно верно Вот об этом Мы и поведем Наш Разговор Поехали Алибарда Держать Эх Молода Зелена А коли Война Царь Батюшка Тебя Спросит Сколько Врагов Ты побил Ванька А тебе И сказать Ты нечего Ой Да ладно Тебя Дядь Так и скажу Столько Ты побил Царь Батюшка Что сосчитать Не могу Эх Молодежь Молодежь Вы только Языками Чесать Мастера Да ладно Тебя Дядь Ты иди Сюда Ты погляди Что делается Смотри Чистый Смотр Войск Только Девичьих А Ну что ж Надо бы Взглянуть Хоть Одним глазком Ты куда Залез Старый Хэшти Да я Пора О душе Думать А он На девок Заглядывается Ох Распустила я тебя За погляд Денег Не берут О ты молчи Племянничек И нечего На царских Невест Заглядываться Слай Оттуда А мы на пасту И покинуть его Не имеем права Вот Так то вот Имеешь Имеешь Приказ Царского Веспитателя Невеста Смущается А ну Сласьте 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 Быстро А Эш Какие Вот Ванька Никогда С женой Не служи В одном месте Это не жизнь Да не говори Ну Могу только Более Не менее Расширить Вот то что вы Сейчас видели Действительно По тем временам Алексей Михайлович Обязан был Жениться Тогда он считался Совершеннолетним Идееспособным Возглавляя государство Умел право Уже абсолютно Законно Сидеть на троне Занимался Подбором Невест Его воспитатель Правильно Боярин Морозов И в результате Царю На смотрины Было приведено Шесть невест Шесть А вот вопрос Сколько их всего Было вызвано И сколько Невест Отсмотрел Боярин Морозов Вот на это Надо ответить Сто Двести Триста Четыреста Пятьсот Шестьсот Ивану Грозному Это мы еще Не решили Я этим интересовалась Так Отвечает Только маленький Сто 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 Пятьдесят Триста Мужчины Отвечают Двести Ответ Триста Ну давайте С вас начнем Я очень люблю Золотую середину И Хочу сказать Что Не триста А двести Двести Да Что же у вас Происходит В желтом Секторе Из личного Опыта Примерно Где-то Одна Из тридцати Из тридцати Из тридцати Из тридцати Двух Примерно Может котироваться Как невеста Поэтому где-то Около Двухсот Думаю Двести Правильная цифра Из личного Опыта Завидую Кстати Сочувствую А? В мнении разделились Мужчины сказали Чем больше Тем лучше Правильно В версии Что триста Это священное число Триста Я-то вообще присоединилась К своим Но триста Насваивает Настаивает Триста Значит триста Двести Двести Из личного Опыта И триста Да В Москву На Смотрины Было привезено Двести Невест Я уговорю Двести Надо было говорить Говорят Что Петр Был более вспыльчив Чем отец Он был довольно Мягкий Человек Но в то же время Посмотрите Ну что Уже пора Али Еще погодить Для верности Надо бы Обождать Еще чуток Тогда точно Опоздаем Опасываем Значит А нет Тетя Это у меня Алибарда Куда-то Подевалась Не видала А у меня Шнурок Вот развязался Ой Голя ты Мое Ну где это ты На своих сапогах Шнурок-то видел Даже сбрехать не можешь Ну тогда 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 Айда И чтоб Не отставали Быстро Носмотрим Алибарда твоя Вот она Воин Аж ты Да Прав был дядя Служить женой В одном месте Это мне жизнь А побегу Кляк Кружным путем А вот Все-таки Опоздаю Тише едешь Дальше будешь Вот кстати Это очень интересный момент А кто это Так что происходит Они все Стараются Опоздать Это тут разговор Пойдет Ну в том числе О наказаниях Вообще Алексей Михайлович Потешался Но довольно безобидно В том числе Стольников Которые опаздывали На смотр При царе-батюшке Просто купали в пруду Меж тем Они опаздывали Регулярно Во всяком случае Каждый старался Опоздать Почему? Они хотели Чем-то выделиться Чтобы попасть Со царю на глаза По всей вероятности А какая может быть Мирность была За этой царе Да И что? Вопрос в чем? Вопрос в чем? Вопрос в чем? Смотр Они стремятся Испаться Чтобы На смотр И тогда их бросали в пруду Итак, что же они все Так стремились опоздать? Ваша версия Оля, отвечай Мне кажется Им подносили чар А может быть Ваше мнение? Конечно Чарку Потом Приносили Чарка Чарка Была дарована Такому человеку Милость царская И может быть Отведать что-нибудь С царского стола Чарка Чарка И Приглашение К царскому столу Чарку тоже могли У царского стола Я и сказал Только что У царского стола Поднести Я только что Об этом и говорил Но хорошо Стольники Опаздывали Потому что После принудительного Купания Их удостаивали Великой Чести Быть Приглашенными К царскому Столу Ну хорошо Давайте немножко Дадим отдохнуть Нашим уважаемым гостям И теперь я предлагаю Вам самим Проявить эрудицию Скажите пожалуйста Как вы думаете Вспоминаете Кого называли Петром Первым Русской литературы Да пожалуйста Ломоносова Другие версии О Ломоносове Уже сказано Кого? Лермонтов Лермонтов Толстой Но я ничего С этим не могу Сделать Поскольку версия Прозвучала Однозначно Будьте любезны Подарок От программы Колесо истории Конкретно В красный сектор Ибо это был Михаила Ломоносов Точно Красный получает 100 верс Сейчас я опять Хочу сделать Весьма важное Объявление Серии книг С помощью которых Мы подготовили Сегодняшнюю программу Это путеводитель В мире истории Который поможет Вам без труда Отвечать на любые Вопросы Нашей программы Кстати Эта энциклопедия Уникальная тем Что очень удобно Она издана В обычном формате И ей очень удобно Пользоваться Заказать эту Уникальную серию Серию книг Всемирная история В 24 томах Вы можете По адресу 107-140 Москва А я 140 Всемирная история В 24 томах Это то Что вам нужно Уж вы мне поверьте Вот результаты С которыми Мы пришли К финалу Красные 600 А зеленые И желтые 700 Нам совершенно Необходимо Выявить Одного победителя Поэтому вам Элочка И вам Александр Я задам Один вопрос Какова была Сумма Выкупа Заплаченная Монгольской Орде В 1445 Году Для выкупа Василия Второго Из плена 200 рублей 2000 рублей 20 тысяч 200 тысяч Это полновесная Монета 200 рублей 200 рублей Как считаете Вы 1020 Наверное Вы знаете Что Я думаю Что вы Не обидитесь На меня Потому что Вы купили За 200 За 200 Тысяч Но вы Были ближе Всего К правильному Ответу И я признаю Я признаю Вашу победу Итак Элеонора Беляева Зеленый сектор Я прошу Нанести сюда Подарки От нашей программы Всем участникам Нашей сегодняшней передачи Бесспорно И не стоит Даже говорить Об этом Первые театры На Руси Ну любительские Скажем так Появились При Алексеем Михайловичем Мы затронем Сейчас вот этот Вопрос И вам безумно Легко Будет на него Ответить Ну полно Лапочка Ну не смотри Так Кисло Я кисну От кислятины Всегда Здесь Нет кислятины Нет Так и не кисни Нет Есть Где? Покажи Нет зеркала С собой Такой красотки Зеркало Не нужно Ой Да где ж таким речам Ты научился Экспром Ты От природного Ума Природа Мать Умна Да Сын Безмозглый Да Тяжело Жить без Мозгов Таким Ослам Как ты Привычна тяжесть Вас Женщин Тяжесть Тоже не страшит Ха-ха-ха-ха-ха Ты это Про меня Ищи Другую Клячу Зачем Мне Это Понутру Тьфу На тебя Ползала Ну дядь Вы с тетей Дали Шурху А как ты Экспром Ты От природного Ума Я такого Не видал Даже когда Стоял в карауле В придворном театре Вот женися Не такие спектакли Будешь закатывать Не Дядь У меня так не получится А вам С теткой Хоть сейчас В артисты Иди Так натурально Все получается Не Не стрелецкое дело В артисты идти А вот Кабак В самый раз Пока Половина Отсутствует Вот дядь Кто меня Да Мои мысли читает Слушай дядь Давно хотел тебя спросить Ну А че люди Вообще Женятся А шут Их знают Пойдем Итак 1672 год Что видно По лицам этих людей И по одежде При Алексеи Михайловиче Придворный театр Насчитывал Теперь полная тишина Придворный театр Насчитывал 70 человек Кстати Со смертью Тишайшего царя Трупа была разогнана Но тем не менее Вопрос В этом театре Играли только мужчины Вот они перед вами Мужчины и женщины Или мужчины и дети На пол этого ребенка Обращать внимание не будем Мужчины и дети Или только мужчины Мужчины и дети Или мужчины и женщины Кто играл в этой трупе Полная тишина 70 человек 1672 год Можете Ну что дети были точно Потому что ангелы были Так Из этого следует Вот сюда пойдем Мужчина Да я пойду сюда Пожалуйста Вероятно на факт Очень хорошо Пожалуйста Шаг-шаг вперед Собственно к вашей зеленой карете Я запамятовал У вас 800 Да? 300 верст Проедем Никаких проблем Проедем Будьте любезны Так-так 100, 100 и 100 И это просто Таких простых вопросов Вообще в жизни видел Первая световая реклама В Москве Зажглась в 1912 году Где она была установлена? Вот варианты Среди которых вы мгновенно Выберите правильный Над входом в цирк Чинензелли Над входом в магазин Пассаж Над казино Метрополь Над входом в ЦУМ На Брянском вокзале Не знаю Может быть цирк А? Может быть Нет Скорее всего магазин какой-то был А какой у нас старый магазин Я уж даже не знаю Ой, ну пусть будет пассаж Я уже не могу больше У меня же руки мокрые Даже от волнения Подержите, пожалуйста Я поцелую эту мокрую руку Потому что вы правы Правы? Пойдем вперед Как пассаж Шаг вперед Ой Очень хорошо Вот это вы выиграли Идем дальше Я даже не смотрю Какое название носил старейший Из всех регулярных полков России? Какое название носил старейший Из всех регулярных полков России? Преображенский Лефортовский Измайловский Бутырский Измайловский Я могу прочесть еще раз Преображенский С Измайловского вообще В принципе Вот я тут Как-то встречалась И в Измайлово Начинал Петр Строить регулярную армию Я же не сказал Петровские времена Я сказал старейший А, старейший Какое название носил старейший Из всех регулярных полков России Преображенский Лефортовский Измайловский Бутырский Вы знаете Я живу на Преображенский Пусть будет Преображенский Там старообрядческое кладбище есть Так что там башенки еще стоят Там даже тема пересыльные Да Крайше очень не обидно будет Хоть свой район назвал Ну, я вынужден тут огорчиться вместе с вами Потому что полк назывался Бутырский Все-таки Бутырский Да Это старейший полк на Руси Название старейшее Я тем не менее поздравляю вас с победой Я только прошу открыть дверцу И мне будет приятно узнать Что вы не ошиблись В этом театре Играли мужчины и дети Спасибо Так, я прошу вас встать вот сюда Шли вы в одну сторону Всего два вопроса вам оставалось Но ничего, вы все равно победитель нашей сегодняшней программы Давайте аплодировать Победителю нашей сегодняшней программы Колесо истории Старейшему работнику телевидения Вам Зная О том, что у вас Дома Сломатый телевизор уже который год От нашей программы Примите на память с благодарностью Телевизор В студию Вот на этом мы и заканчиваем нашу программу Благодарим всем Всех, кто принимал в ней участие Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому